Печальных дат нашей истории Начало Великой Отечественной войны Ровно 83 года назад, 22 июня 1941 года В 4 часа утра, без объявления, началась Великая Отечественная война Великая Отечественная война унесла миллионы жизней Десятки тысяч семей лишились близких и любимых людей Тысячи навсегда остались инвалидными В общей сложности, включая солдат, за все время этих трагических событий Погибло порядком 27 миллионов человек Десять миллионов солдат, остальные дети, женщины и старики Они отдали свою жизнь за то, чтобы мы с вами могли жить под этим чистым небом Слово для приветствия предоставляется председателю Вулканежского района Ивану Павловичу Крецу Огромное спасибо, что вы не посчитались Словный шаг, который будет смеяться И больше не буду плакать И больше не буду бояться Самые умные, взрослые, сделайте что-нибудь Чтобы войну эту грозную Как-нибудь припугнуть А я здесь снова построю Домиков, чтобы играться И больше не буду плакать И больше не буду бояться Там, где идет война Здесь, в нем, где играть Там, где идет война Без дня все ты забирать Там, где идет война Никто на вопрос не ответит Да что? Все времена Прокипают И в тихие цвете В тихие цвете Как дань уважения и почтения к тем, кто погиб и к тем, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, пусть для всех их наша минута молчания станет минутой памяти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слово предоставляется Карпинской Елене Николаевне. Внимание! Внимание! Слушайте все! Слушайте все! От мала до велика! Перед мемориалом славы стоят дети войны. Нам уже за 80. Мы знаем, что такое война. Из уст родителей, из прочитанных книг, из увиденных художественных фильмов. Но благодаря мужеству и стойкости советских солдат, мы победили самого злейшего врага – фашизм. Учителям далеких лет хочу я низко поклониться. За то, что лили в души свет и помогали нам учиться. За добрый взгляд, уставший глаз, за интересные уроки, за то, что было вам до нас, за то, что были с нами строги. За дисциплину, тишину, что нависало на уроке. Учили нас любить страну, ценить, беречь свои истоки. Вы научили нас мечтать, вы научили нас трудиться, чтобы от мира не отстать, с пути хорошего не сбиться. Учителям трудясь немало лет, не стала понятна цена слова. А вот недавно мне пришел конверт от моего учителя Седова. Мой друг, я сердце детям отдаю, поскольку мне без них не жить на свете. Учу любить их родину свою, им говорю, земля прекрасна, дети. Здесь можно строить, в море штормовать, здесь можно растить сады и посевать пшеницу. Опасно на земле лишь воевать, ведь мертвое уже не возродится. Для вас отцы и деды сберегли своих трудов прекрасные творения. Вы, новый день стареющей земли, на ней творить настанет ваше время. И лишь во имя жизни нужно все вершить. Тем, кто зовется родом человечем, пора понять, что не возникнет жизнь, развеянная ядовитым смерчем. Я рад, что вижу детские глаза, доверчиво раскрытые навстречу. Они глубокие, как небеса, пронзительно бездонные под вечер. Нет, я любви ответной не таю, ее прискорбной строгостью не скрою, и сердце без остатка отдаю. И внучатам, не вернувшихся героев. Нет, я им солгать не смогу, хоть возникают трудные вопросы. И если нужно, жизнь отдам, ведь это даже в старости не поздно. Как справедлив учитель старый мой. Я так хотел бы до него подняться и разделить удачу с детворой, с ней вместе погрустить и посмеяться. Учитель, какое прекрасное слово! Оно в нашей жизни и свет, и основа. Сияет для нас путеводной звездой и в мир новых знаний зовет за собой. Учитель, какое высокое слово! Его повторяем мы снова и снова. Наш старший товарищ, наш искренний друг. Он ключ, открывающий кладезь наук. Можно в жизни всему научиться, воплотить много новых идей. Но учителям нужно родиться, чтобы жить на земле для детей. Слово предоставляется Мечевской Елене Георгиевне. Микрофон, я... А, я не смогу читать и... Вы можете лежать. Подержите, да? Не лежать вместе, хорошо. Наша миссия ветеранов сегодня, вот здесь сидящих, хотим обратиться к будущему поколению с посланием таким, которое должно будет продлить нашу жизнь, наше творение и таким образом продолжать наше дело. Поэтому я вот оставила обращение, оставила... Послание называется Будущему поколению чуть-чуть, старушку. Дорогие жители Вулканешты, города Вулканешты, мы, учителя-ветераны, педагогического труда, хотим обратиться с посланием к вам и будущему поколению. Наше поколение уникальное, особенное. Мы пережили 7-8 десятилетий, два разных века, 20-21, два тысячелетия, 1900-2000 годы. Мы были свидетелями полета Юрия Гагарина в космос и воспитали три поколения учеников. Наша трудовая деятельность учителей началась в 60-70-е годы 20-го века и прошли мы через многие испытания, но какая замечательная, интересная была наша жизнь. Немного о испытаниях и трудностях нашей работы в 60-70-е годы. Это были годы восстановления нашей страны после фашистского нашествия на нашу любимую родину СССР, Союз Советских Социалистических Республик 1941-1945 годы. Поэтому в эти далекие годы не было специализированных школ, садиков, занимались в обыкновенных жилых домах, электричества не было, в школах было холодно, отапливались трава. Три года назад началась Великая Отечественная война. Четыре часа утра 22 июня 1941 года войска вермахта без объявления войны перешли к границу Союза Советских Социалистических Республик. Началась битва на смерть. Битва за жизнь. 1418 дней и ночей вели наши доблестные войска путь к победе. Делали все возможное, чтобы загнать врага в свое логово и победить. В течение пяти лет велась эта битва. И мы должны помнить и передать из поколений поколений, что мы не хотим войны. Мы за мир. И поколения должны знать, что война это страшно, это горе, это дети-сироты, это жены-вдовы, это разруха. Поэтому мы должны каждый год приходить, чтить память воинов-героев, тружеников тыла, которые не вернулись с той страшной войны. Поэтому мы должны передавать аз поколений поколений это страшную весть войны, которая не нужна человечеству. Честь столетия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Будете хранить частички наших воспоминаний и пожеланий. Хранить за землей мир, творить добро. Будьте здоровы, счастливы, живите с миром. Хлопает. поставляем наши имена и фамилии. Может кто-то из вас встретит с фамилией своих предков. А наши фотографии ветеранов 60-х, 70-х годов, 20-го века сможете увидеть в районной библиотеке, где мы оформили баннеры всех пяти школ и оставили их на память вам. Председатель общественного объединения Учитель Мечевская Лена Георгиевна, которая 10 лет возглавляла объединение ветеранов, где мы продолжали встречаться, общаться, проводили интересные мероприятия, чтобы украсить свою старость. Наше поколение можно смело назвать особенным. 22 июня 24-го года. Каталья Лена Николаевна дала нашему поколению прощальный последний звонок. Послопать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважение. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, 43 человека, поэтому это послание со всеми подписями оно будет запечатано вот в этом капсуле, как мы называем ее, для будущих поколений. 21 год оно будет лежать и храниться в нашем музее. Об этом я скажу чуть попозже. Будет находиться в музее до 1945 года. В этом сундучке будут находиться все имена наших педагогов-ветеранов войны. И в этом сундучке будет находиться вот этот школьный звонок. многие из вас будут жить, доживут. Чтите память погибших героев. Вспоминайте наших учителей. Этот звонок мы вкладываем сюда в эту капсулу и мы ее завтра ваем. Тут написано молодому поколению от учителей ветеранов. Кто будет в музее, приезжает очень много туристов. Они будут видеть наше вот это послание молодому поколению. я что хотела бы сказать, да, я рассказала, что 21 год будет лежать это, ну, мы называем ее капсула, в музее. Но дело в том, что в музее уже одно послание есть. Вы и вы не знаете. Вот 9 мая этого года Владимир Николаевич является председателем общества «Наследники Победы». Он собрал у этого памятника 9 мая молодежь, вечером было, да, зажгли свечи и так далее, и так далее, и тоже составили такое же послание. И они его вложили тоже в капсулу, но у них капсула будет состоит из, как называется, когда солдаты во время войны, фляжка, фляжка. Фронтовая фляжка. Ага, вот в которую. Они вложили туда это послание, поэтому оно уже передано в музей. Это будет последнее, наше второе послание. Но что я хочу обратить внимание. Мне кажется, что среди нас сейчас есть человек, который сможет через 21 год выполнить эту благородную миссию, скрыть нашу капсулу и прочитать послание молодежи. Я считаю, я не бабушка Ванга, как говорится, но у меня какое-то предчувствие, предсказание, что этот молодой человек доживет до 1945 года. Это Вадим Николаевич. Вадим Николаевич. Очень умный, организатор хороший, ведет большую общественную политическую военно-патриотическую воспитание среди молодежи. Поэтому я посчитала по своему счету, что он достоин будет. Но судьба может по другому истории помернуться. Но зато вот они красавцы наши страны. Вот это наше будущее поколение, к которому мы сегодня обратились. И среди них есть наш еще один такой же, я могу назвать его имя, на которое мы можем еще я лично положиться. Это Вова. Вова, выйди в первый час. Вова. Вова. Где? Вовочка. Выйди сюда. Вот это хорошее восстихотворение. И поэтому он присутствует сегодня здесь. И если в 45-м году сколько тебе будет лет, я не буду считать сейчас. Ты уже знаешь, что я считаю, что ты будешь молодой, 40-летний. Да и все в то время вот эти дети стоящие здесь будут учителями, врачами, агрономами, мэрами, а может даже президентами. Может быть и он. Поэтому мы наше поколение конечно поручаем и просим исполнить наше послание и вскрыть наше послание 9 мая 1945 2045 2045 2045 года. Момочка. Если ты живот кроешь. Подожди, Барк, сейчас еще Мия вручает. Мы капсулу вручаем музей. Кто представитель музея здесь? сейчас идут, идут. Есть, есть, есть. Так, представьтесь, пожалуйста. Мария Александровна Васильевна. Мария Александровна, она является методистом или экскурсоводом музея. Сейчас мы будем вручать, но прежде я хотела бы тоже сказать. Вот это реликвия, вот это послание, так как послание молодежи вам, должны быть самыми ценными, самыми уважаемыми экспонатами. Поэтому я обращаюсь к вам, чтобы вы, когда будете проводить свои экскурсии, всегда либо начинали из этих экспонатов, либо заканчивали, но всегда говорить про это послание. Причем мы просим Владимира Николаевича поместить его в музее на самом видном месте. Мы еще с ним зайдем к вам, договоримся, определим, найдем место и, конечно, должно все храниться под стеклом в 21 год. 21 год вы не проработаете и так далее, но мы придем в музей и сейчас составим акт передачи. Эти, акт передачи. Я такая-то, он такой-то, принимает такая-то и этот акт передачи должен храниться вместе с этими экспонатами под стеклом. Поэтому я еще раз хочу сказать, что наше поколение, мы присутствующие здесь с большой любовью, с большой желаем или хотим сказать большое спасибо нашим отцам и дедам, что отстояли нашу Родину, что дали нам шанс прожить 80 лет в такой счастливой, прекрасной, безвоенной, мирной жизни. Поэтому я хочу сказать большое спасибо! И последнее, что я хотела уже сказать, это, конечно, поблагодарить всех вас, вот, присутствующих наших ветеранов, которые с большим некогда и трудом поднялись сюда. Но вы пришли, вы поставили свои подписи и вы должны говорить своим внукам, детям, что через 9 мая 45-го года пожалуйста, принимайте участие в празднике Победы, Столетия Победы. И за это, и в это время будут раскрыты эти капсулы. Еще хочу к ученикам сказать вот несколько слов. Дорогие дети, тоже спасибо вам. Большое спасибо вашему директору Елене Николаевне. Она очень серьезно отнесла к моей просьбе. Вот вы еще не стоите. Поэтому я к вам обращаюсь уже как учитель, ветеран, который 50 лет проработал. Поэтому цените своих учителей, любите своих учителей. И конечно особенно учителей начальных классов я попрошу. Почему? Потому что они нам дали путевку в жизнь. Первыми они научили нас читать мама и папа. Поэтому не забывайте, я вот уже сколько 80 лет имею, но я еще помню свою первую учительницу как одну из самых лучших в моей жизни. Поэтому поздравляйте хотя бы с днем рождения, хотя бы желайте здоровья, будет очень приятно. Вот сейчас нас поздравляют, да, ветераны? Приятно нам? Приятно, наши ученики поздравляют. Хочу еще два слова сказать про присутствующих здесь, ну, дети, когда вы работники дома культуры, спасибо большое, тоже хорошо постарались, и дом и пионеров, спасибо, ну, и сказать, конечно, Ивану Павловичу, который, конечно, пришел на наше мероприятие, уважил нас пенсионеров, я думаю, что ваше внимание всегда будет положительным по отношению к нашим пенсионерам. И еще одно, вот эти буквально стулья, я сегодня утром 8 утра в третью школу поехала, договорилась с Аленом Николаевичем вчера, чтобы наша бабушка ездила. И о нем говорите, дети, вы, которые здесь в школах, рассказывайте, да, было такое мероприятие, конечно, это послание будет, Вадим Николаевич обязательно отдаст телефон, телефон, да, будет в телефоне, найдете все, и, пожалуйста, помните, о чем мы сегодня здесь говорили. Спасибо вам большое всем. и вам спасибо. Так, сейчас минуточку держите, пожалуйста. Везжаем. Так, вручаем. Вручаем. Да, да, да. Так, хлопаем, пожалуйста. Хлопаем. Хлопаем.